Субтитры сделал DimaTorzok За того плюс 3 дали, за этого минус 20 просто бомбанули Ну что, все работает, все нормально Да нет, называется бич стратегия Зила ты с чаржем Просто бывает день, когда не хочется реально играть И делаешь, ну, через силу Играю ладер, на самом деле я не очень хотел играть сегодня Вот То есть нужно выработать желание играть Только тогда можно побеждать В противном случае это невозможно Переименовываю стрим уже Субтитры сделал DimaTorzok Так, давайте посмотрим, что у нас будет сейчас Через... там некоторое время вернется к вам стрим Короче говоря, Acer Pro Challenge начинается Турнир у нас Пока я вижу, что карты не подчеркали Сейчас я на Team Liquid еще добавлю его туда, куда нужно Все, добавил туда, куда нужно В общем, смотрите Сегодня два полуфинала Я не знаю, какой они последуют А, вот, все еще, погоди Все вижу Нерч с Лейзером первые будут играть Первые ЗВЗ у нас будут в верхней сетке А в нижней бане против Ливу будет биться То есть, ЗВЗ, ПВТ Дальше ПВ что-то Точнее, ЗВ что-то и ЗВ что-то То есть, ЗВП и ЗВТ будут в финале матч за третий месяц Только одна зеркалка Это очень круто, конечно, что вот так вот Так А, что тут? Почему нету? А, есть А, все, началось уже И Лейзер не фаворит был Если где-то там ставки еще открыты То можете делать, вот Сейчас узнаем Может быть, еще откроется Вот сейчас Первая карта Лерилак Готовое черкание Короче, я думаю, на Лейзеры здесь можно впиливать Потому что он последнее время заразрывает Но учитывая, что у него оба поляки И Нерч очень опытный Возможно, Нерч выиграет Здесь же у нас Бани фаворит против Ливу Ну, наверное, правильно Вот Так, я думаю, что если я буду каждый день играть То через пару недель я выйду в ГМЛ 100% Но нету возможности каждый день играть А не какое-то там седьмое место ссанное МЛ сидеть Вот Короче, ставочки еще здесь откроются А вот, открылись они сейчас И Лейзеру, Нерч У меня, блин, не осталось даже Условного доллара ни одного, блин Придется 75 хрени поставить Вот этой Ну, ну и Лейзер Ну, короче, Бани Бани, наверное, фаворит Думаю, Ливу должен одолеть Короче, ждем хост Сейчас он будет создан И будем уже Врываться в игру, соответственно Так что, ребят, следите за ставочками Кто на Кибэть Ставит, ставьте Вот Как-то так Вот Так что, ребят Ну, начнем с вами Ребята Короче, что мы Как-то так. Спасибо, Рестлинг, всем спасибо, ребят. Короче, сейчас уже начнется все. Закрываю все лишнее к чертям собачьим. Будем сейчас смотреть. ЗВЗ-шку, потом ТВП. А пока Твикса скушаю. Я что-то две шоколадки сегодня купил. Ну, а че он юмор, получается, лежал и расставил. Сейчас, секундочку, ребят. Не буду на тридцатку пока. Хотя, наверное, надо. Дочь офицера туда пришла. Так. Субтитры сделал DimaTorzok О, блин, микрофон мне выключил Что у нас ПБ? Я не знаю, сколько Можно поднять на ставках Спрашиваю в чатике, вот у нас есть пацаны Кто этим занимается Я не ставлю ничего никуда Я работаю с кипбетом Ну, естественно, не бесплатно, но Они организуют При этом еще турниры по Старкрафту 2 В этом месяце на Бабролигу не успели Занести, с марта на Бабролигу Будут заносить, ну вот Как кипбетра из Варс недавно был С призовым 2 тысячи долларов практически турник Надеюсь, еще будут такие Будем ждать Оп, лобби готово, захожу Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Все, я здесь Не знаю, ребята, куда ставить Ставьте, сколько хотите Лучше поаккуратнее Элейзер против Нильча считаю Чисто 50 на 50 Но На Элейзер лучше коэффициент Плюс Элейзер Последнее время на подъеме То есть, как бы, ХЗ Перспективно, вероятно Но Можно и Может и проиграть Добавил субтитры сделал DimaTorzok Да, сегодня хотел взять Сникерс Марс потом Думаю Нахрен Пластмасса мне это Да все, это одно Пластмасса мне это Пластмасса мне это Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят Проверял задержку Балрок Сейчас на стримах Сейчас я сам проверю Кое у кого задержку Поехали Поехали Вилайзер уже давно хорошо играет Просто сейчас такая Небольшая полоска Когда он начал вообще тащить Как бы Выиграл отборочные Еще что-то там Очень неплохо отыграл По-польски что-то чесать начали Ну топ-2 поляк получается Да, два зерга сейчас Оба прошли на ИМ Шанхай На не ИМ Шанхай А на шанхайский турик ВЦСовский Как-то вот так вот Мне даже не заставить Бывает Иногда я съем Как бы Ну так особо не тянет Тоже Чуть просто шоколадки Чуть магазин Быстро сегодня бегал Такую шоколадку Адекватно Никакую не заметил Хватилось шоколадки с чаем Нет температур А сегодня нету Так Закрываю Лирилак Карта Вот Адекватно Так, ребятки, погнали. Роуч Ворону и Лейзера. Здесь у нас линги бегут вперёд. Мув сейчас будет готов. Тоже Роуч Ворону нерча. Ну и Лейзер, конечно, пораньше Роучи будут заказаны. Но как бы сейчас на муве-то не затерпеть до врыва. Здесь шесть Роучи строятся. Рабочие ушли. Мув скоро будет готов. Готов мув. Как великолепно. Рабак сейчас контролил Лейзер. Обратите внимание. Да, и Лейзер сейчас в последнее время вообще в ударе просто. Как он чётко отконтроливает всё. Рабочего... И здесь спас. Посмотрите, он ни одного рабочего от этого врыва не потерял. Вот только первого. То есть он даже в плюс, получается, забрал семь деталингов из восьми. Всего неожидвенадцать потерял вообще здесь. Так, сниму-ка я наушники. Так, сниму-ка я наушники. Выходит, тут королева Мей Лейзер начинает оверов Нерчу забирать. Что ж такое-то? А, Роучи идут. Ну, Роучи-то она сваливает, да. Оп, Роучи пытаются королеву настигнуть. Не настигли, успел на крип улететь. Здесь овер залетает. По своей хате 240 слови. Нерч увернулся и полетел дальше. Ну что же. Молодец. Нерч очень чётко контролит. Блин, как тут как-то раньше всегда фаерболами на оверов попадали. А сейчас смотрю, так контролируют, что никто попасть не может. Фаерболы падают. Вообще-то из трёх ни одного не попало. Четыре лейза туда-сюда кидает. Всё мимо в итоге. Ещё фаерболчики пошли. Один только попадает. А раньше как-то не старались оверов законтролить, а на самом деле просто контролить нужно. Всё, овер минус. Не законтролил Нерч, но всегда вообще идеально не законтролишь. Вот и Лейзер вообще не контролит оверов. Это ошибка. Когда я видел, что он мув нажал в последнюю секунду, овер полетел, но не смог вылететь, естественно, из рейнжа фаербола. Вот Нерч нахуй от Элейзеровских оверов. Опять Элейзер не контролят. Сейчас вот от... Или это от первого фаерболу он так агрится, что начинает... Ну, дёргается, типа улетать, но не успевает. Так, фаерболы падают. И Лейзер Нерчу проблевает овера. Стоит 15 на 98 по лимиту, и Лейзер реально больше по лимиту сейчас, чем Нерча. Так, ребят, твич там работает. Всё работает ли? Отпишите мне вообще. Должно всё работать вообще как бы нормально. Линги на мою. Здорово, вульганщик. Здесь у нас третья мучка добывается. Нерча больше по рабам, но боевого зато и Лейзера больше. Морфит Рейланджеров сейчас здесь такой гига... Хороший врыв. Реально, 30 лингов примерно здесь стоит. Если быть точным, 24, да здесь... 731 линг, короче говоря, от Нерча собирается врываться к Элейзеру в контрзабегание. Ну, в это время Элейзер, правда, идёт в пуши. У него очень много прям юнитов здесь. Он собирается проблевать своего оппонента. Элейзер идёт по фаербойчикам. Частью юнитов уворачивается. Рейланджер одного минусу и забегание от Нерча, ну, очень хорошее. Но нужно активнее Элейзеру выбивать. Нужно вторую идти там линге, иначе минуснут всю экономику. Элейзер тупит сейчас. Что ж ты делаешь? Нужно заходить, проблевать. Всё, Нерч ставит точку в этой игре. Элейзер долго заходит на хайграунд. У Нерча уже абсолютно такой же лимит. Ну, вот надо было отогнать от края фаерболами. Зайти вот так сюда и начинать битву. Уже пофиг там, пусть бы даже фаерболы попадали. Элейзер возвращается назад. Это сразу ГГ просто, сразу. О, Нерчовским там овером Элейзер сейчас кидается. 35-16 по лимиту. Но у Элейзера, тем не менее, три базы осталось. Может быть, я даже не прав. У Элейзера три базы осталось против двух баз Нерча. Но у Нерча ставят третью. И рабочих у него более чем двукратное преимущество, как бы, по рабочим. Поэтому... Поэтому, да. Всё-таки у Нерча всё значительно лучше. В центре Элейзер. У Нерча ещё плюс один есть. Оранжовый Грейд. Линги. То есть, вообще бесполезно здесь фактически становится. Ну, три овера ли это можно за фаерболов несколько штуков игрить сейчас? Так, фаерболы падают. Спускается. Нерч вниз. Фаерболчики новые. Элейзер по фаерболам поет. Нерч вообще не попадает на фаерболы. Вот сейчас только первые, наверное, парочку попали. 105-145 заходит Элейзер. С двух сторон его Нерч принимает. Он понял, что экономика слишком ослабла сейчас. Ну, поздно, понял-то. Поздно, друг. Ты понял всё. Надо было сразу нажимать ГГ. Такой великолепный контроль вначале и... Такая ошибка. Ну, прибежали к Телинге. Пойди его армию выбей. Ты же рядом стоишь, у тебя больше. Ну, на хайграунд, да, подниматься. Ну, да, там фаерболы. Ну, тебя-то больше намного. Просто вперёд беги, чтобы там фаерболы на задних попадали. Если и будут попадать вообще. Пользователь Spirit90 активировал премиум на ваш канал. Так. Жду хоз. Спасибо Spirit90. Так. Жду хоз. Захожу в игру. Захожу в игру. Appreciate it. Редактор субтитров. �ф. Продолжение следует... 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 сможет. И то газ не сможет, если трансвьюзит. Смотрите, сколько унерчат. Да, конечно, газ ты сбреешь. Муталиска потеряешь. Хочет, блин, видит же, что энергия же, он думает, нерч не про трансвьюзит. Про трансвьюзит, конечно, чё бы ему не про трансвьюзит. Убегай, пиши, что элэйзер. 2-0. Изи. Чудай, элэйзер подводит. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. осилит ли хэппи гидру надеюсь очень будет нелегко но думаю что все шансы есть у хэппи осилить гидру ну что и лейзер хатку ставит и не ставит хатку сейчас вообще одновременно абсолютно вообще да вот секунду в секунду идет пул газ хата точнее после хата естественно у нерча газ пул нерча пораньше газ немножечко чем у лейзера ну пул кстати примерно одновременно при этом все газ гг все в порядке сейчас должно быть были проблемы днем очень жесткие сейчас вроде все повыше стало сейчас будет камбэк посмотрим будет ли камбэк если лазер будет камбэк чуть будет весело конечно но пока что нет просто без шансов его уничтожил два раза честно говорю когда я нерча брилка это было тысячу лет назад это не все время его брилка от выигрывал как проигрывал это воля было еще так переводится сюда делается мув у нерча пораньше ему за счет более раннего газа у нерча балян кнесс здесь третья хата что самое самое интересное лазер ставит третью хату мне не ставит балян кнесс пока нету газа видимо а Ну, что-то Нерч хотел тут куснуть, у лейзеровских лингов не кусил. У Нерча его нету, только сейчас, у лейзеров только сейчас доделся. Забегая двумя лингами на мейн, Нерч бежит в атаку, сейчас здесь два линга стоят, лейзера запустил, Нерча сам какой-то ныкается, сейчас трёх лингов на мейн пропускает, вынужден возвращаться, здесь два бэринга. Линга забегает и что дальше, дрона пытается сгрызть, сгрызть не получилось, дрона законтролил лейзер. Какой АПМ, кстати, АПМ нормальный. Там и там, но у Нерча значительно меньше, 250 на 400, 2 фига там, и лейзер кликает. Ну, хотя это больше заказ обычно, зерговский, КПМ, кто вам приводит. Лейр заказывается Нерчом, хат там и там, вторая готова, у лейзера чуть больше дронов, то есть у обоих три хата, у обоих лейер здесь эволюшн есть, у лейзера один. ГАЗа три лейзера добывает, у Нерча сейчас три уже тоже, а не два добывается, два строится, сейчас четыре начнут добываться. На АМ готовится, хэппи будет бидоса с гидрой. Здесь бейлинг один запиливается, и лейзера рейндж, рейнджовая атака сейчас делается. Дронов там четырнадцать заказано было, или двенадцать, как-то так много, короче говоря. Есть роучи несколько штук, ну что, Нерч не собирается врываться, сам роуч тоже делает, парабам чуточка встает на пять штук где-то. И лейзер еще рабочих строит, нифигасе, и лейзер сейчас серьезно парабам, теперь вот выйдет на десятку минимум. Пробегает лингами здесь, Нерча спайр зато пошел, Нерча пошел спайр, здесь спайра нету, лейр есть, ему роучи на заказ, если сейчас лейзер просто пойдет вперед, может роучи неплохо проатаковать, можно нидус вот прям сюда под этого овера, например, делать. что-то подуставший не выспался сегодня, ни хрена, блин. Ху поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно, спасибо за Кокон. Спасибо, HV, HTC, что за Кокон я ХЗ, ну спасибо тебе. Ниже, твой сотик, 121, 101 по лимиту, тут уже гидра пошла, плюс два Нерча, 6 муталиска заказывает. Ну не знаю, сыграют ли в таком раскладе муталиска, вопрос короткий, я пока не понимаю. Иди сюда, я хочу. Сюда. Сюда. Играют ли в таком раскладе. Играют ли в таком раскладе. Плюс 2 делается. 50 секунд. Уже. У Нерча только плюс 1 заказано. Ну, мутка 6 муталиск особо не сыграли. Лезера все четко, все обороняется. В итоге Роучи Гидра. Роучи Гидра Реводжеры будут у Лезера. Здесь Роучи Реводжеры и муталиски. То есть микс у Лезера гораздо жестче, чтобы лоб драться, особенно если он на плюс 2 придет. Он вообще может плюс 2 на 0-0 прийти. Оп, Гидра Реводжеры застрелил. Быстро кликаешь ты, друг! Взялся у Гидра Реводжеров и вкуснул, красавец. Ну, это, конечно, не потеря-потеря, я не знаю. Но приятного мало, как такие вещи происходят. Начинаешь нервничать сам больше. Еще только здесь мутка прилетает. Начинает оверов проблевать. Два овера минус. У Лезера 200 лимита. Приходит он у 4-ой базы. Нету оппонента. Так, Беллинг Гидры докатился. Здесь по аэрбулами Нерчеву сверху просто забрасывает. И Лезера. Су-37, су-37 по лимиту. Атака пошла плюс 2 на 0-0. И Лезера плюс 2 на 0-0. Нерчевские гриды. Отходит и Лезер. Отходит, чуть-чуть подходит. Муталиски прилетают. Неужели Нерч 0-0 сейчас на 2-2 и Лезера развалит? Я в это не верю просто. Не должен он так делать. Часть унита где-то сзади была. Нет, здесь и Лезер флам на самом деле раскатает. Плюс 1 так и не готов. Просто и Лезер нужно понять, что нужно дожимать обязательно. Отошел от фаербола, сныкался. Нерч накидывает, чуть-чуть сюда и Лезер... Ну, законтролить не может у Лезер нормально сейчас как-то. Заходит на хайграунд. Фаербол мы вот пошли. У Лезера тоже фаербол есть. Не понимаю, почему он контрфаербола не выкидывает. Точнее, он выкидывает, но он не всеми явно реводжерами выкидывает. Вот почему он прикол. 174-148 по лимиту. И Лезер все еще в плюсе. Фаерболы падают. 190 на 150 сейчас. Нужно еще реводжеров, может парочку под Морфити Лезеру задолжать. У него плюс 4 есть, а у Нерча нет. Заказан армор. А, да, качественный контент. Говорит, сонный, что-то не вкуриваю. Парочку оверов еще подрезал. Лезер тут Нерчу. 174-160. О, соплай блок сделал неплохо. Фаерболчики пошли. Падают фаерболчики. Лезер постоянно фаерболы соберет. Хоть один, хоть два. Ну да. Нерч не попадает на фаерболы. Зачастую. Так, люркерден у Лезера делается. Инфестейшн пошел. Так, здесь чуть неаккуратно. Ходит фау граунда, получает фаерболов опять. Пытается Лезер зайти наверх. Но вот этот оврыв вообще не очень на такую позицию. Здесь просто колоссальная преимущество по лимиту. Сейчас Лезер и просел, естественно. Гидры уже здесь. Ну, хотя не девичь, тут есть гидры. Она в любом случае решает. Но сейчас еще рейды равные будут. Буквально скоро уже. Здесь 26 секунд осталось. Здесь будет армор, да. Но армор меньше, чем атака решает. Я уже об этом говорил. Забеганием роучей. Смешным каким-то. Пятю роучем. Нерч в контрит просто убивает четвертую Лезера. Что за провал вообще? Непонятно. Здесь еще к наму и уходит Лезер. Чуть не отдается. Выдвигается Нерч сюда в атаку. Но в чистом поле Нерчу ловить особо нечего. Если только фаерболы на халяву упадут здесь. Пошло два люркера еще при этом всем. Заходит пятую. Собирается сбить Нерч. Ну да. Лезер пытается отогнать. Отогнать тяжеловато. Фаерболы. Ну позиционная война идет. Конечно же сейчас фаерболы будут. Позиционка. И люра есть у Лезера. Куда Нерч пойдет. Конечно на вторую он пойдет. Он понимает, что там походу люра. Хотя видел ли он. Я вот что-то момента это не заметил. По-моему нет. Сюда ломиться не очень. Хотя фаерболами люру контрить достаточно просто. Если оппонент втыкает, не перекапывает ее. Правда если перекапывает, видит куда он как фаерболы падает, то все нормально. Фаерболы пошли. Люра перекапается один. Только минус. Но остальные это живые все. Плюсы. Гидра жива до сих пор. У Нерча тоже армор делается после атаки. Вообще по УКДшечке что называется. Элезер что-то обошел. Делает закупку. И подземный Мух Роуч ему выдвигается. Четвертую базу оппоненту отменять. И отменять четвертую. Но здесь еще одна база есть. На самом деле. Это пятая уже получается была бы. Четвертая. Это у Нерча же здравствует. И процветает просто. Рабочие здесь забывают. Приехали-ка. Приходит Элезер. Что Роучи взял, отдал бы. Сейчас подземный Мух будет. Через просто секунд 10 уже. Через 20 было в тот момент. Был уже подземный Мух готов. Элезер пришел. Так. Люра пришла. Элезер как-то криво подходит. Люру теряет. Снизу право Люра там подрасконтролила. Но Элезера меньше по лимиту. Только запас по ресурсам. Сейчас может что-то решить в его пользу. Он решит наверное. Здесь великолепная контроль против Люре. Обратите внимание как Нерч законтролил. Отвел часть юнитов. Поле летят вообще в молоко в итоге. Ну красавчик. Но у Элезера слишком много. Что-то запас по ресурсам слишком большой. Но если учесть, что у Нерча рабочих на 20 меньше. Это может подрешать 120 на 80 на 40. Боевого больше лимита. Пойдет ли вперед? Наверное да. Нерч такие моменты понимает. Прекрасно на самом деле. Что когда ты так дико отстышь, надо вперед ломиться. Так. Один Роуч на третью заползает. Два здесь осталось еще. Ну вот спалил второго Роуча. А вот этого наверное никто не... А не. Вообще зачем его я же выкопил? Выкопал. Сейчас бы Нерч убежал бы. Закопал бы опять его. А так по лимитам сравнивается. Но боевого на 30-ку у Нерча больше сейчас. Новые Роучи заползают просто-напросто. И Нерч это все прекрасно видит. Здесь врыв на Левре. Пошел Гидре. Нужен ли этот врыв Лейзеру? Думаю, что не нужен, потому что лимиты близки. Ой, как тут. Блин. Тут реально много Нерча. А Лейзера не так уж и много, я вам скажу. Так, атакую Деркера. Лейзера уходят. Закопалась Люра. Нерча поет сверху. Люра в бою вообще не участвует. Лейзер, что ты делаешь? Шесть Люркеров в бою вообще не участвует. Переведи ты их. Что творить-то и Лейзер? Смотрите, лимитов хоть и больше, но пошел, взял, отдался. Здесь Люра закопана, вообще не дерется. Переведит ее. И так вроде как выигрывают. За счет того, что Люры долго жили, дэмэджа много нанесли. Плюс Гидра есть у Нерча. Нет, ну шесть Люркеров не участвовало. Но все равно хватило. Запас был, прочности большой. Ну сейчас у Лейзера решила экономика, потому что у него сильнее она. Это-то и зарешало. Если бы не экономика, думаю, что 3.0 было бы. Потому что дрался и Лейзер, мягко говоря, не лучшим образом сейчас. Жду хост. Зайду и вам пройдусь немножечко. Что-то прям не тяжело. Хуй, реально как-то подрубать на чел. Вот такой момент, не знаю. Нужно переждать его, перетерпеть. Картинка симпатичнее стала. Ну это, наверное, на стриме на моем столе она просто посимпатичнее. Вот так вот. Все, начинается игра. Погнали. Погнали. Так, сейчас ФП чуть-чуть буквально, ребят. Я отойду реально на пару минуточек. Еще-то тяжело как-то стало мне в какой-то момент. Надо воздуху вдохнуть. Сейчас, минутку. Посимпитаем. Тридцать. 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 Продолжение следует... 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 Так, ну по 3 минуты я не молчал, но вчера 12-часовой стрим был. Вчера тоже не выскался, усталость подкопилась немножечко. Ничего страшного. Ну что, вторая игра Бани против Лилбу. И лейзер подвёл. Так, зайдём на какие-то ставочки. Есть на всё-всё-всё. Ну здесь, как мне кажется, ну хотя я не уверен, но Бани гораздо более уверенный сейчас отыгрывает, чем Лилбу. Я там кибернетками этими запиливаю. Бани увереннее, чем Лилбу отыгрывает в последнее время. Ну и не впечатляет меня Лилбу вот эта игра в ПВТ. Хотя Марин Лорда выбил, но Хэппи в хлам законтрил Лилбу. Харстома, который, кстати, гораздо лучше, чем Лилу, я считаю, сейчас играет. У Лилу просто всегда блинг-пуш идёт. Вот если Бани к этому готов, он выиграет. Если Бани не готов, он, конечно же, не выиграет. Потому что это очень опасно в таком хорошем исполнении, тем более, как у Лилу. Но мне кажется, что Бани готов. Посмотрим, посмотрим. Ну, Нерчо в финале. Лейзер будет биться в матче за третье место. Призовые у нас на три места только распространяются. То есть, кто в матче за третье проиграет, тот уйдёт ни с чем. Кто выиграет соточка евро, 300-600 ещё есть. Такая схема, короче говоря. Сейчас посмотрю в Skype, что у нас там происходит. Всё, сейчас будут черкать они уже. То есть, вы, вы, вы вERE на месте. Все в容я. Сегодня вы. Кстати, вы, 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 вы знаете, немножко. Показывает, что оба за третью... Какого еще есть, Rodrigo. Однем на месте. 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 После. Продолжение следует... 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 Сейчас посмотрю наш разговор Паши... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сыграют Стрэндж с Найт Эндом... Каст с Револьвером... И они же сыграют... Победители... Четверть финал... То есть кто-то пройдет уже в полуфинал в пятницу... Также сыграют у нас Блайз с Рейнером... Бистик и Гуру переносится... Там по-моему... Бистик короче... Или Гуру не может... Не помню кто-то из них... По-моему Гуру все-таки... Короче говоря... А Хэппи Лизандра и Вердос Димага... Сыграют... И четверть финал они сыграют... Так что вот так вот... Кто-то попадет уже в полуфинал... Ну а в субботу доиграем... Блэк Тэмпл Артоп... Так... Хост есть... Захожу в игру... Что-то затуканил... Все, зашел сейчас... Зашел в игру... А в субботу доиграем... Блэк Тэмпл Артоп... Четверть финал этот... Потом доиграем... Бистик Гуру... Четверть финал этот... То есть 4 Бо 3... И полуфиналы... 2 Бо 3... 6 Бо 3... 7 Бо 3... Точнее вместе матчем за третье место... И финал будет 5... Вот такой вот у нас план будет на Бобра Лигу... Пятницу, субботу... Так что не пропускайте... СНГ... Бомбит... Плюс и Лейзер... Который сейчас в форме... Которого, правда... Нерч, как вы видели... Сейчас просто как... Раскумарил... Но Нерч очень сильный... Вообще... Сейчас... И за ВЗ тем более... Он очень силен... Один кореец... У нас присутствует... Пару... Европейских игроков... Это... Найтент... Это... Кореец топ... Найтент и Лейзер... Рейнер... Молодой... Итальянец... Бистик... Гуру... Видите... Много европейцев у нас... Ну... Да ладно... Ну и наши игроки тоже... Кто прошел... Топ-3 прошлой в Абролиге... Такие вот делишки... Ну а у вас просьба, конечно же... Поддерживать меня, мой канал... Подписываться на премию... Отключать отблоки по возможности... И по реквизитам через... В плеере или... Точнее, по реквизитам в описании... И через плеер поддерживать... Материально... Ждем... Ждем, короче... А, все, уже не ждем... Уже отсчет идет... Я же слышу его... Поехали... Все, начинается игра... Бани против Марин Лорда... Кто-то вчера смотрел... Видел... Я думаю... Марин Лорда... Тьфу... Бани против Ливого... Марин Лорда против Ливого... Я думаю, увидел... Кто смотрел... Гейл Хэфэ... Печатлевый Ухай... Гейл Хэфэ... Экс Ди... Гейл Гейл Бани... Гейт пошел... Интересное положение Гейта... Почему именно так... Не знаю... Ну что, пробочка, я приеду. Приезжает Лилву всю... О, у Бани какие-то ранних газа. Интересный какой-то билд у Бани здесь намечается. Не знаю, что он собирается делать. Может, с каких-то позиций мейн напрягать, может, ещё что-то. Лилву решил, что лучше кибернетку первую чуть позже. Не эксус доказать при таком раскладе. Плюс газ. Ну, я думаю, что абсолютно верный расклад со стороны Лилву. Ну, что именно хочет делать Бани? Передроп минок, там дроп маленькой, маленький минка. Врыв какой-то другой. Я не знаю, сейчас посмотрим. Просто на этой карте пушить в лоб не вариант, так как здесь рампа. Значит, это какой-то передроп, видимо, будет. Возможно, танк, маленький танк. Ну вот сейчас, перед выходом патча, где танки вот это уберут, осаду их, играть такое. Тоже не знаю, стоит ли. Ну, стоточка сбора на вторую. Почему полуфинала не Бу-5, а финал не Бу-7 выбрали? А зачем? Во-первых, не такой гигантский призовой. Пока на данный момент он составляет всего-то 200 долларов, как бы, ну, по-моему, гужуйским там валютам, да? Ну, примерно, да, там чуть-чуть-чуточку побольше. Вот. То есть, кипбет не успел вписаться в этом месяце. У них бюджет в следующем только. Я думаю, что 300 уже гарантированно будет. Ну, наверное, как бы, повысится он во время проведения-то призовой, да, как бы. Плюс это в два дня все стримит со мной, как бы. Я же умру столько стримить, если буду много. Да и как-то Бу-3. Можно на будущие турниры, может быть, сделать, например, с лузерами как-то вот эти все Бу-3, а в лузерах Бу-1, к примеру, да, вообще бы весело было бы. Но нужен больше призовой, чтобы там просто хороший состав европейцев, ведь тоже, чтобы прям вообще адово долго не играть за такие призовые, не дико большие. Будет уже гарантированно, он сразу при старте, грубо говоря, 3 сотки баксов, да, там, как бы, эквивалент, ну, рублей баксов там. Так, Еленочка-3 проезжает на вторую базу, жгут пробок, жгут неслабо. Здесь марики пока прикрывают геликов от врыва сталкеров, дают им возможность нажечь побольше. Поживешь подольше, пожгешь побольше, марики жертвуют своими, как бы, жизнями за это. В 12 пробок в итоге Банни минусует, парабам, ситуация равная, и один мотоциклист еще уходит. Еще и верчашь молоко. Поехал, тар-тар-тар. Всегда в Робсом играл. Да, играл и рандомом, и в первом StarCraft, и во второй StarCraft, и очень даже неплохо в какой-то момент. В воле вообще там рандом топов ML разламывал, да и ML-чиков некоторых. Всяких наших СНГшников тоже, но потом как бы уровень уже не так сильно рос. И рандомом меньше играл. Здесь у нас полетели мулы. Либератор разложен на второй базе у Лилу. Уверчашь пошел, нужно складывать. Медленно Банни складывал. Здесь Либератор демеджен и улетает. Есть один Иммортал. О-о-о, сейчас Гвардианом Лилу поднимется. Проблемы, проблемы у Банни. Хотя вот этот Циклончик-юнит, может быть, и спасет ситуацию. Сталкер не уходит из рейнджа действия Циклончика. Хорошо, здесь очень сильно помогает. А зачем Сич-то? Чем-то Сич сейчас Банни танк ставят. Ну, хотя не, успел танк вальнуть один раз. Пока я рассказывал вам, Либератор II успел где-то погибнуть. Либератор II звучит как будто Александр II, царь, или Петр I. Тимон, 26 рус, сын родился. Поздравляю тебя, это событие. Газума, и там не надо пить много лучше. Так, дропается Эммортал, дропается СН-3. Две штучки. Неплохо Лилу тут, я вам скажу. Харасит одновременно, третий нектур занимает. 65-74, 64-74 по лимиту. Рабов просто навалил сейчас. 8-9 штук. Очень неплохой врыв от Лилу. И вообще он очень четко играет, я вам скажу. Плюс 3 гейта пошло. Доварх еще идет. Снутри асталкер. Здесь у нас возвращается. Присма домой. Ну, это планируют, что танки, разложено, не будут перевозить. Как бы это обсуждение, этого идет. Ну, и не факт, что так будет. Ну, что, Пурабам, конечно, Лилу был на четверть больше. 58-45. Но, а по боевому лимиту бы они в плюсе. Да и в небольшом тоже. Вообще, в целом, отстает, конечно. Туретки нет ни одной. Жадно, конечно, он очень так действовал, я вам скажу. Зато будет плюс 1. Стимпак, щиты, хороший тайминг. Заблощь, майнер, пилон. Посмотрите, какой. Блощит самому добычу с этого минерала. Пробку вот так вот вынуждены объезжать. Они прямо есть. И здесь пилон газ, как криво. Посмотрите, как газ криво добывается. Ужасно просто. Бывает такое. Здесь депошечка одна есть. Прирост, майнер дома оставлять. Выход идет с танками. Минка одна. Ну, не такой, ничего, выход. Так, скан пошел. Лилбл заходит. Много достаточно сталкеров и морков в центре. Танки прилетают, дропаются. Неплохо начинают наваливать. Нужно бы вперед полететь сейчас. Так, экскемпер. У меня нет контакта с этим сайтом. Я с ними не работаю. Тут при этом все. Если мне вредно, предлагали бы, я бы обсуждал. Но таких предложений нет. 60-67 по рабам. Довар под эпоху идет. Архивы темпларов. У Лилу на мэне. Врывается бани. Танки дропаются прямо под Лилбу. Он агрессивный блин вперед делает. Минус медиваки. Ну, кстати, потери-то у Лилбу. Тут на оклике. Посмотрите, юниты тирана сами по себе. Все на развалили просто минки, выкапывая бани. Этими можно на мэйн дропнуться. А минками не успел, короче, ничего сделать. Бани частью юнитов успел убежать. Ну, вот что называется мультитаск. Нужно успевать такие вещи делать. Но пока здесь дрался на оклике. Здесь же вообще не контролил даже бани. Просто врываемся сюда. Или, например, загружаемся, дропаемся сюда. А три минки на мулю за минералы заводим. Просто это очень большое. Но это дикий мультитаск. Бани-либератор второй. Хэппи третий. Ну да, как вариант. Призма висит здесь. Призмы пока Лилу не пользуются. Здесь бани приходит на стимпаке. Газ. Газ. Камни убивать. Опять врыв готовится. Опять с двух сторон. С этой стороны Лилу все прекрасно видит. Шторм. Шторм. Штормовички заказывают сейчас. Здесь тоже врыв идет. С этой Лилу вот к этому врыву. С этой стороны вообще не готов. Бани окопался. Там не окопался. Точнее Бани зашел. Мимки окопал. Начинает бегать. Пилончик разваливает. Залп по делкам. Делки минус. Пилончик пока живет. Здесь Лилу погнал вообще. Бани уходит домой. Здесь тоже Лилу гонит. Нужно уходить домой. Везде. Бани нужно уходить домой. Простимпачился. Сталкера попутнул. Загрузить. Медивак улететь. 149-136. Бани-то выруливает ситуацию. Смотрите. Фантастического контроля, как у Хэппи, не демонстрируют. Но как и с Хэппи, соответственно, ситуация становится не в пользу Лилу далеко. То есть, Хэппич как выруливал по лимиту. Лилу был в начальных стадиях. В плюсе зачастую. Но потом на каких-то великолепных контролях. В чем нельзя Хэппи отказать. Контроль у него всегда таким великолепным был. Он как-то выруливал и брал игры в итоге. Здесь у нас Бани пытается биться. Но вот что он сейчас? Очень неплохо. Неплохие залпы пошли. Здесь забегание прямо в карман. На самую дальнюю базу. Начинает медивак лечить. Мародер. Он жирный. Сколько его лечить долго надо. Здесь минки прямо в минеральную линию копаются. Лилу был так. Уводит пробок. Несколько штучек. Да только не сюда. Ну ладно. Две подбрил. 17 в итоге рабочих. 11 рабочих минус. В минусе минки кдшатся. Сейчас, кстати, успеют еще раз стрельнуть. Абсолютно точно. Там уж 29 и кун, 29 и фотонка строятся. Они не успеют. А в сервер прилетел. Если бы не этот апсервер. Оп, призма возвращается. Бани что-то не... Заметил призму. Минус призма. Лилу был вообще как-то проваливает сейчас всю оборону. Проваливает свой мультитаск. Очень странный расклад. Частью юнитов. Опять банит. Но это чисто в стиле полта. В золотые его времена охотца. Когда просто тираны ныли. Не могли просто выиграть. А пол шатал всех. Просто двух направлений. Атакуя постоянно. Ну на мультитаске на грамотном. Так, где штормы пошли. Мимо штормов проходит Бани. Минус мародер. Минус... Минус, простите, иммортал. Минус сталкера. Батблинк под минку агрессивный. Минка падает. Здесь прекрасно видит Лилу, что Бани ходит по центру. Хоть Лебита Лилу его меньше. Но он за счет преимуществует по технологиям. А именно за счет шторма разваливает Бани очень жестко. Здесь Бань заходит. Архун минус. Сталкеры минус. Контроль хороший. Фокусы хорошие. Хорош Бани. Иммортал падает. Проходит под раскател. 120-150 по лимиту. Минус мародерчик. Все, медиваки ушли. Все в порядке. Четвертая Сэшка у Бани добывается. Планетарка по лимиту Бани отстает. Чем впереди, прошу прощения, наоборот. Но на десятку всего боевого по грейдам. Третью атаку только Бани заказал. Здесь 3-3 по грейдам сопоставимо, конечно. Но вы знаете, что 3-3 тирановская это гораздо лучше. Ну как гораздо. Это лучше, чем 3 процессовские 3-3. Гораздо говорить это громко. Сказать, потому что там поля. Но поля важны, безусловно, тоже для любых юнитов процессовских. А особенности нужно смотреть. У сталкеров поляет половина хп у СН-3. У адепта почти половина. У иммортал сотка. Ну теперь и имп на иммортал так жестким действует. Как раньше, по крайней мере. Потому что поля, если сняли ему, не значит, что он не врубит свой барьер. Вот этот кардюбист и дэмэджа поглощает. 180-150. Тридцаточка по лимиту в плюсе у нас. Бани либераторов добавляют. Гасты, гостакадемия. Есть? Нет. Гостакадемия. Почему тут против шторма так упорно не строить гостакадемию? Блин, некоторые тираны невероятно просто упорно, что не хочет он строить гостакадемию. Почему? Почему гостов-то не построят? Да они лучше, чем либераторы это все контрят. Просто тяжело и гостов, и либераторов законтролить. Так-то либераторы, безусловно, если их идеально позицию занимать, они тоже шторм могут контрить. Все, вот либераторы раскладываются. Пожалуйста, что ты за штормом сделаешь? Пью-пью, минус штормовики. Заходит Бани. Сзади тоже либераторов раскладывают. Лучше бы уж всеми наверх поднялся. И вот здесь, наверное, вот либераторов отвел, а здесь разложился бы. Ливо пытается вернуться назад. Здесь минки, здесь много еще есть. Так, сталкеры по сталкерам. Минки пошли. Бани хорошая, великолепная позиция. Либераторы перекрывают пространство, но не все. Штормы в молоко куда-то летят. Бани сплитятся. Либераторы в это время просто выстреливают. Все. ГГ и ХДП еще длевого типа, что имбо либераторы? Да, не знаю, не знаю. По-моему, у кого-то на ЛАТе, брус, проблема есть с тиранчиками-то. Жду следующих остров. Пользователь Дуин активировал премиум на вашей серии. Спасибо, Дуинг. Спасибо всем, ребята. Очень приятно. Премиум поддержка ваша очень важна. И, это просто мы. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, Лилу потерял позицию в той игре просто С Либераторами потеря позиции, когда ты впустил свою билу убивать твою базу А Либераторы тебе блочат еще подход И ты вынужден под ними драться Это Киши пропало сразу Ну что, следующая игра Сверху приходит звук Кстати, 1-0 Банни Ну, как и предполагалось Банни фаворит, как по коэффициентам есть Потому что, ну, у Лилу явные проблемы прослеживаются в IT То есть, с ним надо выжить до такого Ну, конечно, там тоже надо поконтролить, побиться Лилу все-таки не совсем Ни о чем, как бы, да Но Тот же Харстон даже более уверенно отыгрывает Я не знаю, кто какие пропусы Немецкие пропусы какие-нибудь там, типа Шоу Тайма Задержка 3 минуты Поэтому спрашивайте, кто выиграл в чатике Пока вы услышите мой ответ Пройдет очень много времени Вот Увидишь счет, когда вот Игра начнется В любом случае И поймешь Так что вот так вот Спасибо всем за время Два газа от Баннища Возможно, даже мы прокси-факту увидим Потому что, ну Хотя не рипер Вот разведывают Банни Сейчас спали Что здесь Нексус Кстати, здесь Нексус вообще первый Ё-моё, не спалил Нексус так бы вообще мог скрытно Прийти Так, видит Банник А, погодите Нет, это гейт Нексус Кибернет Ооооо Что я вижу Посмотрим сейчас интересную игру Люблю Че-то я хоть и в рот Но я Когда со стороны смотришь Люблю гастов Когда Исполнение еще хорошее Реально Залетает рипер Только Ё-моё Ну что вот за, блин Лаба Не секунда в секунду В-79 Лотов только недавно вышел Еще Было Не было ни одного Корейского турнира Например Который прошел бы Крупного Только пару Один Дримхак Считай Был Там Теперь Корейцам Нельзя Поэтому Сложно Сказать Кто топ-3 Мира Кто Вообще Сейчас Пока Все Сейчас Самая Интересная Стадия Когда Слабо Понятно Что происходит Это как Рипер Здесь Просто Как На Мотоцикле Каком-то Ездит И Не дает Ничего Сделать Ливу Кстати Ливу Понял Что происходит Нет Ливу Вообще Ничего Не понимает Это Может быть Изи 2.0 Сейчас Для Бани Минка Кидается За газ Там Она Кинул Странную Позицию Ну что Посмотрим 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 Старгейт Заказан Здесь У нас Бустится Гейт Второй Гост Троица Ну на 2 Гастах Врыв Надо Делать Естественно Через 20 секунд 16 секунд Ну да 2 Гаста И как раз Будет Энвиз Нужно Только На Мейн Правда Проходить Оракул Спасет Ливу Сомневаюсь Очень Сомневаюсь Только Главное Нужно Зайти На Мейн Не На Вторую Бани Сейчас Он Сначала На Вторую Заходит Это Ошибка Как По Мне Хорош Бани Просто Царь Пилоны Хотел Смотрите Гастов Сплетанул Что Ревелэйшном Одним Не убить Был Просто Красавчик Все Главное На Один Ревелэйшн Не Попади Бани Все Один Гаста Под Ревелэйшном Вбивает И Гаст Уходит Адептами Не Просто Так Завалить Вообще Люблю Бани Просто Ну Вот Такой Ливу Я Тренюсь В Четвертой Варкрафт Ребята Это Называется Песня Песенка Вот Отлил Как После Блескона Так Захожу В Игру Дуин Поддержал Ваш Канал На Сумму 100 Род Гит Стрим Парни Поддержите Стримера Монеткой Спасибо Дуин Гит Стрим Парни Поддержите Стрим Монеткой Спасибо Поддерживают И так Нормально Это Все По Настроению У кого Как Побрет Когда Врядь Наргил 2.0 Бани Что-то Изи Просто Для Бани Ну Либо Лейзер Я посмотрел Бо Матч За Третья Потому Что Лейзер Может Ливу Тоже Наказать Конечно Исполнение Гастов Вообще Великолепней Валер Балет Балет Продолжение Балетки Балетки первую термалу лично увидел. Смотрю, Банни там инженерку делал, то есть он готовился еще и к врыву оракула на всякий случай. Ну что, третья игра. Чуть посмотрел я, как та игра кончалась. Прошу прощения, счет выставляю. Здесь некст после гейта кипернет. Абсолютно стандартный билд от Лилву. Банни через реактор. Без рипера играется, Цэшка пошла. Привет, Хегор, Чликс, Икс. Ну что, факта пошла. Здесь Старгейд. Некст почти готов. Старгейд, ну, очень ранний. Боится, что ли, опять гастов каких-то. Почему Хэппи в такое не играет? Ну, Хэппич мог бы с его исполнением. Конечно, сейчас к этому билду уже гораздо более готовы все, но вот если Хэппи научиться просто такой чизок делать, все ждут от Хэппи стандарт какого-то его. Ну, тем, чем он играет. А он в клуб, например, на Турики приехал и вот такую тему исполнил. Вообще, вполне себе может получиться круто. Так, Марики встречают пробку. Офигеть, Банни заметил, что пробка там где-то ездит. А как пойти, чем он заметил-то? А, КСМ-ку он спалил. КСМ-ку, правда, сам потерял наскву? Да, КСМ-ку потерял, но зато увидел, что здесь гоняет левую пробку и убил. Третий адепт вперед идет, пока один гид, а, и оракул. Ну что, третья игра. Оракул прилетает, помогает адептам очень хорошо. Все, минус. Минус все здесь. Не выключает дэмэдж, не выключает паранойю. Оракул минус моментально. Адепт заходит, я думаю, что он тоже особо здесь ничего не наубивает. Не, одну КСМ-ку уже развалил. Может, две развалит? Не, даже две не развалил. Один КСМ-ку остался. Два удара, вот тебе и патч. На самом деле, адептов против тирана именно. Как хотели, так и сделали, и очень хорошо их опустили. Здесь плюс. И ты пошли, третий нету ставится. Марик и циклон вперед идут. Да? И что, у левую есть мазеркор? Ответ отрицательный. Мазеркора нету. Значит, можно наваливать. Так, ушел на лоу-граунд, сбил прицеливание. И сейчас, в итоге, не смог фокуснуть юнита. Как Блай слил где? На этом турнире Блай слил умерчем. Один три. Ну, кстати, интрига была. Мог Блай четвертую игру затащить. Сравняв счет 2-2. А вот я сравнял ХЗ, чтобы там было. Видите, здесь лев был, наваливает понемножечку. Так, а по нецу уверчаж выставить. Что-то жалеешь. Ему, энергии пожалел. А нет, вот поднял. Вот все равно сталкер потерял. Можно без потерь было отбиться. 55-57 по лимит. Здесь либератор мейн напрягает. Здесь же 10 пробок. Минус сколько можно. Пробок уведили его. Пробок уводят. Сталкер пришел, тоже помог. Нужно возвращать. Пробочки строятся понемножечку. Ну, десятка пробок потеряно. Десяточка. Там тоже потери, правда, есть. Одинаковые абсолютно по ресурсам. Но за боевый юнит это забрал экономику. Сейчас баня дал себе возможность ПЦшку третью отстроить. Парабам в итоге одинаковые. Это для процесса совершенно не очень. Так. Рассинхронов никаких нет. Рассинхроны все с вашей стороны идут. Поэтому обновляйтесь. Там что-нибудь делайте. Марик минус. Заходит. Лил, здесь танчик есть. Вот циклон. Циклона ХП мало. Поэтому, когда циклон залезает вперед слишком, тогда его сразу разваливают. Адеп пытается зайти на мейн. Не стал Лилу заходить. Ну, газ зато. Минуснул. ПСМ еще минуснул. А, блинки есть. Так если блинки есть, прессуй, да прессуй. На блинки, то тут можно было еще Лилу понемножечко поубивать здесь все. Можно было, кстати, сюда сместиться. Все через камни ведь можно и уйти. Можно, кстати, через камни Лилу прийти сюда. Ну, тогда уйти будет тяжело уже. Туречка вошла. Семь гейтов ставят Лилу. Это прессинг будет сейчас с призом какой-то адепты мазеркор. Адепты сталкера, судя по всему. Феникс один летает, видит ту речку Лилу, что тут Бани строит. 96-101. Бани уже больше лимит, причем боевого, естественно. Так. Пилонов добавил Лилу. Где до варп-то? Сюда-то варпнуть можно. Что тут? Смотрите, тысяча на 900 скобил. Что Лилу творить-то? Пошел до варп адептов. Призма летит вперед. К трех почему-то пошел. Остальные на КД гейт. А, остальные открываются. Еще Лилу не открыл. Призму надо разложить и варп провести. Пошел до варп. Адепт 113-116 боевой абсолютно одинаковый. И как мне кажется, точнее, мне не то, что кажется, я даже практически уверен, что с такими лимитами можно ведь и не продавить одинаковыми-то. Там у Бани 1-1 на 0-0 Лилу. Здесь и Минк есть. Ну, танк всего один, кстати говоря. Это хорошо. Так. Приходит Лилу. Что там? Призма. Призма где-то рядом летает. Три пилона еще добавляет. А, нет, плюс один у Лилу будет все-таки. Да, варп еще адептов идет. Бани не видит, где Лилу находится. Еще пять адептов. Вот сейчас по лимиту даже Лилу больше стало. Адептировать хочет сейчас Лилу. Бани нужно врываться, конечно. Адепты заходят. Адепты очень хорошо заходят. Бани с чем пачется? Минки делают даб. Сталкеры вообще не дерутся. Так, перебринк пошел. Ну, сталкеров неплохо здесь забрал. В итоге минками Бани. Ну, а адепты просто. Как они Био наваливают. Особенно, когда приходят в центр юнитов оппонента. Это жесть. Просто депошку Лилу собирается пробивать. Депошку адептов такое количество очень быстро убивает. Апсервер прилетает. С апсервером разваливает минки Лилу. Они стрельнуть не успевают. И заходят. Нет, и не заходят на мейн. Вторую базу пытается выбить. А третью будет выбивать. Вот тут это у Лилу хорошо получается. Но как-то Лилу, по-моему, слишком зациклен на своих вот этих пушах. Просто если у него это не получилось, то это ГГшечка. Все. Подобным образом он их эпичи разваливал тоже. Заходят адепты. В этот раз на мейн Лилу обязательно будет врываться. Это даже видно, что он хочет ворваться. Минки залп делают. Ну, тут уже минки не спасут, к сожалению, в бане. Лилу выигрывает эту игру. И одну карту отыгрывает. Не будет 3-0. Может уже комбэщить даже как-нибудь по-агрессивному хитро. Медиваки все сбивает. Все сбивает. Здесь еще призма варкер. Телефорт адептов сюда. Красавчик. Исполнение хорошо. Продолжение следует. Продолжение следует. Я в игре. Все нормально. Ну что, чуть-чуть начинается. Поехали. Четвертая игра. У Лена карта. Интересная очень карта. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну что, барак газ. Здесь, видимо, через Рипера будет, ба, не более стандартно открываться. Здесь гейт. Газ. Гейт. Нексус наверняка здесь будет. Гейт. 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 Ну что, Нексус ставят после Гейта Лебу, кибернет-чика пошла после Нексуса, здесь реактор, кстати, без рипера у нас билд, то есть реактор ЦЦшка, газ добывается, то бишь реактор Мари Кефакта, соответственно, будет танк в Сидже для обороны от всяких врывов, плюс Мариков побольше, можно контрпушить в итоге. Ну что, Нексус второй ставится, здесь у нас что, здесь у нас старги, опять ранние старги, ну как предыдущая игра, такой же билд у Лилу, на этой карте-то вообще вот такие сталкеры-адепты, если бы они будут не готовы, они вообще будут решать, идти ближе, оракулы могут нажать ещё неплохо, надо пробок бы на них второй перевести, переводят с пробки, здесь по два рабочих на минерал, точнее, добываются, всё в порядке. Адепт на Ксилнаге, Ксилнаге иллюзию посылает, Лилу, Мариков не видит, но телепортироваться не стал, всё правильно сделал. Факта, лаба, то есть танк будет, здесь старпорт пошёл. Ну что, моряки подстраиваются? Х-кэмпер, я видел всё, да, организаторы знают. Я думаю, больше не будут звать, если какие-то турниры будут такие. Три адепта, оракул тоже самое всё равно делает Лилу, но в этот раз оракула отдал в итоге. Так, адепт врывается куда-то там на мейн, Ваня поднимает депошки, нужно телепортироваться, телепортируется Лилу. Ксм-ку развалит, нет, не развалит Ксм-ку. Ну в итоге не очень хороший размен боевого лимита, потери его просто больше, просто три адепта оракул на девять монет. Что это за размен-то такой ущербный? Нахрен вообще с армией дрался, оракул он бы вылетал, да рабочий жёлт бы. Так, Твайлайт есть, третий Никсус, а, ещё и третий Никсус ли его собирается строить, но это уже совсем, конечно, жёстко. Пилон, что Пилон? Зачем против Либератора Пилон? Но Либератор, фу, Либератор, Циклон вперёд не едет. Кстати, баня собирается, маленький Циклон, танк, плюс ещё что-то выход какой-то будет сделать. У меня такое ощущение. Либерутор, миг танк, плюс Зачем третий Циклон, ревелэйшн на бани чтобы не особо не ходил вперед третий никсус так а цц у бани нет бани выход собирается делать на стимпаке щитах танки марики видимо у левого делается в линку левого добавляются гейты вот например ты вот как можно обманывать например оппонента вот если ты умеешь играть разными стилями одинаково хорошо вот как например лилва адепта сталкером играет вот бани думает что микс адепта сталкера делает марика в танке против этой всей хрени а ты берешь например делаешь блин по кд-шечки здесь делаешь чаш где-нибудь здесь пилочек стоишь архивы templar и просто сталкер сн3 зилки архоны и все пожалуйста иди мариками танками сюда уже ты в плюсе в абсолютно просто исполнить надо так грелочка у леву а он атаку адептов не отходят ноги как привыкли играть так и привыкли в этом странного ничего нету так буст на старгите 10 оракул один сныкался достроил грил нет отменил леву грелку почему отменил решил что не нужна не знаю здесь на этой карте 1 грелочка неплохо смотрится здесь повесил ее как бы от дропов на патруле правда 10 остров и если марики летят они просто дропнутся и грелку развалят тоже с другой стороны фениксов можно не знаю так там аракул врывается гвани бани турец очень долго строил 5 рабочих в итоге минус сэсэшка не строится на мэне ну что здесь приходит бани леву готов нет леву пока леву не готов абсолютно точно но адептов правда новых и новых он подстрачивается адепты пытаются ворваться что так леву боится то я не понимаю ох сейчас адепты ворвутся хорошо врывается адепты минки делают дал по адептам больше дэмэджа наносит чем себе это очень важное условие ну я скажу вам что хорош леву выманил залпы минок против адепт очень хорошо есть нужно блин под танк сделать что он и делает танк 2 не уводит леву изи просто отбивается 102 81 это значит что он остается в плюсе в абсолютно точном по лимиту по всему и кстати играет леву что самое интересное без робо сейчас оракул летит ревелэйшн надо кинуть ну две минки выбивает а но он с оракулом с ревелэйшном играет ну а почему бы и нет 7 адептов еще делается будет выход я насколько понимаю уже можно переставлять бусты на там на гейты например сейчас леву д а чё он боится пробил бы сталкерами до пушку просто сейчас адепта впустил бы и все и вторым и блинком сталкеров подвел чем с камней эти пробивать уже потоковал бы на самом деле в итоге supply блок у леву здесь ну 6 лимита есть но что такое 6 лимита это 3 юнита варпа у него гейтов 8 то есть ему 16 надо лимит только на 1 варп буквально 3 адепта варп еще на медленный пилон леву варп от гейты новое добавляет здесь уже либератор раскладывается можно ворваться вот вне ранжа либераторов на третью например сейчас либо вторая атака заказана адептами можно так ревелэйшн кидается ревелэйшн неплохо кидается сейчас адепты делают врыв так минки леву выбивать адепты делают врыв адепты делают врыв салф минт пошел баня там сплетанул мишка своих юнитов до сталкерами это под блинкнись ё-моё что ли ой 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 как провально леву дерется как провално он дерется сталкеры через оклик адепты оклик ну ладно адептами ворвался нормально допустим но посмотрите у сталкеры стоят под либераторами просто подойди их вот сюда блин конец просто б вперед и прайд кликом чик 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 три юнита все вот этих фокуснул бы и уже бы значительно лучше бы дрался минки то там все равно же стрельнули как бы тогда варп еще адепт сталкеров по боевому лимиту леву на двадцаточку сейчас меньше приблизительно за счет того что у рабочих больше как раз таки на эту двадцаточку варпает варпает опять на медленный пилон адепты опять же делают врыв сталкеры приходят ну сталкеры как-то с разных сторон криво на самом деле дерутся либераторы не так либераторы падают но адепты в это время развалились пока либераторы падали оракулы прилетают помогаю счастливу здесь битве телеву неплохо дерется вам скажу один-один против одной атаки ли его грейды сейчас у баня до варп адептов идет контроль сталкеров хороший но нужно сталкеров сталкеров увести сейчас иначе печально будет 79 82 чуть получили нулеву сейчас вот в этой битве тоже за контроль за контроль был бы было бы хорошо адептами ворвался хорошо но вот сталкеры которые отсюда сталкеры вовремя пришли отсюда нет если бы они одновременно опять же пришли а фокуснули быстрее либератора были бы не фокуснули бы так быстро адептов были залп по адептам йому какой демет sacar непough pues х wedi né так приходил либератора фокус где фокус либератор его мое успел льду к уснуть и даже Даже в этой ситуации два выстрела, чёртов либератор успел сделать, пытается Лилу подбрить медиваки, не подбрил, один ушёл, две атаки на 1-1, у Лилы 4 базы, у Бани, так, у Бани 30, цешечки, ну и, кстати, грейды у Лилы не плохие, экономику у Лилы лучше сейчас, если он будет жить, как бы, то он может отбиться, он может отбиться. Ну, врываться сейчас Лилу абсолютно точно никуда не надо, либераторов всё больше и больше становится, проблема вот этого стиля Лилу странного, а этот стиль на Лейте-то бесперспективен просто, почему? Да потому что, чем сильнее микс у Тирана, тем этот микс слабее становится, его нужно реализовать до определённой стадии, иначе беда. Но Бани очень сильно сейчас ошибся, что не стал арморе делать, он думал, сейчас я пробрею его контр-ответкой, потому что Лилу наотдавался, а пробрить не получилось. В итоге 2-2 Бани тоже не сделал, и это ошибка. Так, собирается Лилу ворваться, да, врывается, смотрите, либератора фокус раз, вот, вот, что и требовалось от Лилу в предыдущих битвах, вот так быстро фокуснуть либераторов, и в итоге адепты-сталкеры разваливают всё просто в хломищу с двумя-то атаками, медиваки не уходит, хорош Лилу, молодец, тащит, неужели 2-2? Интрига в полуфинале втором у нас, 112-77, да, тут по лимиту-то великолепно всё. Вот если бы Лилу первые битвы точно так же фокусил бы всё, ё-моё, как минки, разваливают сталкеры, опять отдыхают, что ты делаешь, Лилу? Привет Ким посмотрит, что одни адепты убиваются, и точно будет какой-нибудь баланс, и не сможешь ты играть в итоге, ни хрена. Потому что только один гейбер. Гэгэй пишет, мани, 2-2, ребят, интрижка. Ну что, ждём, 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 ждём. Идём, ждём, ждём, ждём. Так, какой Артёмарун? Так. Так. Так, вердоса, как будет возможность, обязательно постримливаю, но сейчас-то не ворваться. Да, бегущую строку вообще в другое место надо перевернуть. Вот сейчас я подкорректирую. Да, что-то логотип как-то вообще не в тему там стоит. Захожу в игру. Захожу в игру. Ну что, пятая решающая? Ну что, там ошибки у левого контроля присутствуют, но все равно зарешал в итоге. Ну, ошибка бани абсолютно точная, то что он завис на 1.1 грейдах. Вопрос в чем? Вот у тебя делаются 2-2, доделались 2-2, ну пусть ты отдался, допустим, с протцем как бани. Ну ты стоишь от обороны, тебе не надо туда идти. 3-3 заказал и понимаешь, что ты в любом случае по технологиям, по грейдам минус не будешь, просто лимит копить и все. А так приходится ломиться, куда-то отдаваться, и это печально. СССР готово! СССР готово! СССР готово! СССР готово! Так, про репки я уже все говорил, что я никуда, ничего, нигде, нигде не выкладываю. Если меня кто-нибудь просит, то я ему присылаю как бы для своих каких-то целей. Потренится, например. Берес, ты про воды говоришь, там речь о репках идет. Сус, торгейт от левого пошел. Сус. Уважаемый шармир. Сус. Это так же. Ну что, бустится Нексус. Бустится здесь, бустится здесь. А, нет, здесь уже не... А, Старгейт бустится, всё верно. Старгейт бустится, а рак устроится. В это время пробка едет на разведку, адепты две штучки на рампе стоят. Пару холбатов от врыва адептов. И чем они там могут помочь от врыва адептов, если по ним бонус у адептов. Интересно мне. Там только масс холбата разве что могут что-то решить. Ну что, прилетает Минка. Марики сейчас от Бани. Дропается Минка. Перекрывает рампу, кстати, Бани сейчас Минкой своей. И уходит наверх. Так, здесь оракул. Плюс... Так, минус пробочка. А в это время дваги. Леонечка врывается под пилоном Бани. Что же ты делаешь-то? Лилову среагировал. Не моментально, но среагировал. Короче, Лилову ещё здесь всё разваливает, что самое интересное. Сейчас Бани может... Смотрите, Лилову как комбэчит. Бани может здесь и... А, простите. Хотя, да, Бани может здесь и слить. У него... О, здесь СЦ-шка, ещё вторая только строит. Здесь третий некий уже пошёл. На 11 пробок впереди. То есть успеха не принесла желаемого результата вот этот врыв Бани явно. Если б здесь Гелеонов за контрольный, под пилоном и сюда увёл бы, мог бы гораздо больше нажать. Ещё и Медивак потерял. Ещё и Марик что-то ходит. Ну, Фениксы без энергии. Что они тут... Сейчас будет энергия, можно будет Марик убить. Оракул тоже жив. То есть что Лилову у нас потерял? Шесть пробок он потерял. 43.29. Почти в полтора раза больше рабочих. Сейчас, полтора где-то и будет. Ну да. А кто рабочих начинает наваливать? Кто ещё погиб-то? Либератор прилетал. Либератора моментально минус. Ну, две пробки всё убил. 44.30. Ну да. Полтора раза больше. А, ещё и Аракул. Но весь Симул! На весь Симул падает. На весь Симул прямо. Упал на весь Симул. Отлично. ЦЦ-шка третья добавляется. А это что за? По Фэншу и Либу. Второй Твой Лайт прямо рядом. Ну, заметил. Смотрите-ка. Вон, 49.33. Барабам. Здесь реактор. Третья Сэшка готова. Стимпад будет у Вани просто, я не знаю, через невероятное количество времени ещё. Сейчас, ну, через 46 секунд он только его закажет. А здесь уже блинка треть готова. То есть, Либу здесь невероятно крутой позиции. Экономика 57.37 на 20 рабочих больше. Просто иди убивай и всё. И всё. Вот эти... Он из меньшей экономики выигрывал блинка с толкерами плюс адептами. А здесь вообще можно развалить жёстко, кстати говоря. Вот. Очень жёстко. Вич упал. Ну, сделаю стоп-старт. Может, поднимем. Я не знаю, что с ним происходит. Так, минус 4.71 по урабам. Я и вижу, что людей меньше стало. Не должен подняться. Блинк почти готов. 63.46 по урабам. Так, эмблему-то я точно эйсер не переставил сейчас. Прошу прощения, ребят. Вот сюда я его поставлю. О, как раз надо мной. Хорошо, прям. О! Стоит хорошо. Главное, чтоб на голову не упало. Как в этом... В корейском-то турнире реклама кому-то там на башку свалилась. Вот. Минус Феникс. Беднягу разнесло просто. Пошёл Лилбу вперёд. Здесь Марик стоит. Всё прекрасно видит Банни. Лилбу двигается. Призма есть вообще? Где Призма-то? Призма летит. Призма где-то сзади. Пошёл до варп. Банни видит вот это то, что варпится его просто юниты, которые сейчас будут наваливать. Этот Марик просто сверх ценный. Он говорит, пацаны, не завидую вам. Я здесь стою, меня никто не видит и вижу далеко просто. А у вас проблемы, походу, ребята. Ну что, приходит Лилу. Ну и Банни, кстати, хороший лимит. 120 на 122 по лимиту. До варп ещё адептусов пошёл. Адептусов реально много. 140 на 125 по лимиту в пользу Лилбу. Банни сканет всё прекрасно. Видите, туреточки добавляют. Циклона на хайграунде. Либераторы здесь есть. Минки здесь рядом. Феникс выманивает залп Минки. Будет Лилу ломиться? Я бы на его месте вообще бы не заходил. Ооо, он ещё тайминг косячнул. Ёма, а чё он так завтыкал-то? Я чуть не понял. С этими адептами, грейдом. Довар сталкеров идёт. Плюс два в процессе атаки. Возможно, доделается в этот раз Банни. Один-один. Ну вот опять же армари. Хотя ему сейчас как бы 2-2 ничего не даст. А которая будет продакшней. Реально много либераторов становится у Банни уже. Лилу подходит. Видит, что тут такой укрепрайон. Прямо он реально укреплённый. Район этот прямо обороны у Банни. Либератора сверху снял. Кстати, с потерями просто минимальнейшими. Пошёл врыв сейчас. Сталкеры заходят с ТГ. Будет сейчас... Так, под блин будет. По аминке, по адептам делают далк. Бункер Банни пытается вычинить. Адепты не очень-то нормально в Био ворвались. 119-116. Какой же ли был настырный? Неужели он не умеет больше ничего играть? Меня просто поражает вообще. Либератора сейчас ничего Банни не прикрывает. Это фейл 120-121 по лимиту. Боевого у Лилу больше. Неужели он пробреет Банни? Да, пробревает. Адепты. Сталкеры. Ещё до варп ЦЦ-шка падает. 140-113. Заадептил просто Банни Лилу. Хороший камбэк получился. И какая-то дичь вообще, реально. Банни так как-то провально отыграл. Просто не пойму. Адепты вниз врываются. Нужно блинкнуться уже Либератора. Наконец-то накрыть этого. Третью базу убрать, что ли. Не знаю, что-то сделать ли его. Банни пока не сдаётся. Даже, кстати... Ну, если Банни выживет, ЦЦ-шка правда погибла. Если Банни выживет, с мейна можно перелететь на вторую ЦЦ-шку. ЧНД пушку Лилу забирать. Заходит под Либератор. Либератор минус. Здесь у нас Билус с хайграунда вышла с мейна. 95-72 по лимиту. Лилу четвёртый никсу ставит. Собрался отойти. У Банни, кстати, сразу понял, что Лилу отходит. Сразу же 2-2 и ЦЦ-шка перелетает. Это шанс для Банни. На Гумиху свалилась. Точно, на Гумиху. После этого он не так сильно тащит. Ха-ха-ха. Когда-то. Ладно, что ещё у нас на Гумиху неплохо тащит в последнее время. Ну что, вышел Банни вперёд. Ну на хрена ты лезешь-то, ё-моё. Минок миллиард уйдит назад. Будут адепты врываться. Да, врываются адепты. Банни вообще никак на это не реагирует. Хороший залп минок. Но ещё и по себе эти минки впадают. Вот в чём проблема. Сталкеры наваливают. Банни, кстати, держатся. 98-127. Но сталкеров у Лилу много. Вот КСМ-ок сразу. Как не понимают игроки, нужно чуйку иметь, когда КСМ-ок вывести. Нужно иметь чуйку. Вывел бы вовремя, сейчас мог бы перевернуть. Потому что они бы на адептов погибли бы часть большая. Но не факт. Что Банни бы не убил бы. Потому что к сталкерам больше юнитов бы выжило бы. Ну что. 3-2 Лилу просто с 0-2 просто сейчас. Как я его ругал, критиковал. Как это подействовало-то великолепно. Так, со Сбербанка 500 на Яндекс приходит. Ребят, отписывайте кто. Эту я внесу у вас. Короче говоря... Так, твич-то там поднялся вообще. Короче говоря, пишите, добавлю у вас список. Смотри, большой ребят за поддержку. Очень приятно. Твича так и нету. А не, поднялся твич. Вон я там что-то ору, слышу. Матч за третье место. Банни против Лейзера будет. Лилу будет против Нерчо. Ну я не знаю, что лучше. Нерчо против Банни или Нерчо против Лилу. Мне кажется, все будет прикольно. Посмотрим. Нерчо таких вот блинкеров принимать очень любят. Я знаю точно. Хотя я сам, блинк, проблевал волей. Иногда как раз таки Нерча можно тайминговыми темами. Но нужно шарить. Если делать все как бы одинаково, то я думаю, Нерч построится. Спасибо, ребят, короче, всем. Через плеер сегодня много не заходит. Ну да ладно, не все же дни так будет. Но... Да и не все же дни стрима по 12 часов проводить. Сегодня было только GSL днем. Но, к сожалению, запись там как-то опять опечалилась. И проблемы дичайшие были с плеером во время GSL. Ну а эту запись, конечно же, выложил на YouTube, ребят, обязательно. Завтра не пропустите Star League. В 12.00 она начинается. Будет интересно. Там ZVZ. Ragnarok. Кто-то там Solar, что ли. Не помню. И TVZ. И PLZ. Stats против какого-то ZR. Сейчас, ладно, посмотрю я даже что. Сейчас даже вам покажу. Ragnarok Solar, да и Dark против Stats. Великолепная. Просто ПВЗ будет Dark Stats. Да и ZVZ великолепная Ragnarok Solar. Приходите завтра в 12.00. Смотреть будем насчет дальнейшего плана. Там на ходу посмотрим, что да как. Ну и давайте кипбетик посмотрим, что у нас здесь происходит. Пока матчи не образовались. Ни хрена. Dark Favorite, кстати, против Stats очень жесткий на завтрак. И это интересно. Ну что, мы игр всех. Ладно, не плачьте. Все нормально будет там с Либераторами, с вашими, с адептами. Танки сильнее станут по демиджу на десятку, на целую. Шестьдесятку тяжелую. Будем глупить. Будет как первый StarCraft практически. Сто гул тост. Все по очереди будет. Сначала матч за третью, потом за третьим и потом финал. Все. Посмотрим. Все. Не надо мне никто сугубо, никуда-то там отдельно. Все будет сейчас размеренно, без пропуска игр. Если вы поддерживаете, ребята, пишите кто куда-то. На Яндекс, на кошельке. В любом случае, спасибо большое. Все. Все. Так, тезис. Да ничего не надо. Надо было отписать. Спасибо тебе большое. Я просто хотел список внести. Поддержавших тебя. Спасибо тебе. Просто в чатике отписывайте, там в личку да и все. Вердос. А что Вердос бьется-то? Глупую скатом сегодня идет, наверное, да? Зайчики, походу. Так, карты. Лили Лак. Центральный протокол. Руины Сереса. Сумеречные башни. Ульвена. Это, соответственно, порядок карт. От первой к последней. Ждем пост. Вердос. 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 Что-то хоста нету, карты уже подчеркали, а хост не создают рано. Ну, сейчас создадут, все нормально будет. Такие вставки есть. Сейчас обновим. Через 3 минуты увидеть только. Банни такой адовый фаворит против Элейзера. Ну, что-то-то должно сегодня зайти вообще. Элейзер, думаю, должен Банни накрывать. Хотя Банни на опыте может затащить. Проигрываю киберденьги. Ну, и Элейзер в последнее время хорош. Я думаю, шансы высоки против Банни. Продолжение следует... Так, а что здесь Элейзер делаю? Так, а что здесь Элейзер делаю? Элейзер. Так, а что здесь Элейзер. Так, а что здесь Элейзер. Верейзер. Так, а что здесь Элейзер. Продолжение следует... 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 Чарли... Продолжение следует... 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 По... 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 Продолжение следует... Продолжение следует... По... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По... Продолжение следует... 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 Либератор минус Красавчик Элезер Банни не доконтроливает Потери, особенно с двух базовых выходов Когда идут потери Вот эти вообще лишние абсолютно Но здесь очевидно становится Что это двух базовый выход Уверсир может, сейчас Элезер все поймет Танк вычинится, наверное Банни Не девак вычинит Обязан он его вычинить Залетает Уверсир 188, 186, 1-1 И лейзеры, кстати, ненамного Польше от Оки Банни, то есть к его выходу 1-1 скорее всего доделаются Грейды Так, здесь реакторы пошли Второй реактор будет Еще один реактор чуть не заказывается В Европе в Шанхай поехали Как раз таки два участника данного турнира Это Элезер А второй в финале Нет, два поляка Красавцы Наши так проходили Как поляки Вообще бы респект был, конечно Жаль, никто не прошел в Шанхай Но еще будут турниры Еще много будет турниров Где нужно участвовать и биться Танки вылетают Залп минус руч Тремя танками Банни начинает Харас Элезер вынужден вернуться Ну так, пострелял Чуть-чуть как бы особо демоши там не нанес Летает около центра Скан минус Криптумора Поближе перевез Хоть Криптумор бы вывел Еще один Банни Реводжеров новых Элезер делает Кстати Ё-моё А кто кого прессовать-то собирается Еще не понимаю Вроде как Банни собирается выходить А посмотрите на лимиты 170 на 120 просто С такими лимитами выйти будет очень тяжело Банни сейчас Он выходит, конечно Танков дохрена у него 6 штук Как дохрена 6 Это дохрена не назвать, конечно Но такой стадии, в принципе, это очень даже немало Моряки идут вперед Плюс 1 на 1 на 1 Здесь по грейдам Фаербольчики падают Здесь надо танками возвращаться Чейдлинг здесь стоит, который палит все абсолютно Медиваг Сколько? 5 у Банни Кстати, зря он танки не хочет Кроме одного все засадить Дропаются танки Бессить же идет Поздний сич Как Банни неаккуратно шоу Танки перед лейзерами Роучами Как? Ну как вы сами знаете Кто сейчас дерется Банни Это 3-2 в пользу лейзера Был прав я, что он выиграет Не придется лейзеру подгорать Все в порядке Ждем финала Ждем финала Продолжение следует... 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 Нерч Лилву, Нерч его фаворит. Очень жесткий. 1.41 против Лилву 2.13. Мне кажется, он изобреет почему-то. Запилю хотя бы халяву на эти ЦМ. Бой 7, а у нас. 1.41 против Лилву 2.13. Нерч говорит, что-то Лилву тут улыбается. Нерч говорит, что я не могу гастолк сделать, чтобы в тебя хлопнуть. Нерч говорит, что крутая стратегия в турнире рандом на рандом. Как он-то. Он 100% винрейт. Всех убил, крич, этим билдом. Сильный билд, спора нет. Так, откуда дрон-то поехал, чуть не понял. Дрон-то Нерч возвращает. Хат уставит, мух делается. Забегает на хайграунд. Пробка уехала. Зилка принимает. Нерч нужно блокануть, будешь считать, что пилон не закалывал. Да что ж ты не блоканул проход-то, ё-моё. Зря проход не блоканул. Пилончик начинает грызть. А, он лак, как говорит. Лилву тут, наверное, не лак больше решил. Надо, что он тут засупорезил. Пилончик грызёт. Пилончик, кстати, сейчас прогрызёт, Нерч. И после пилончика можно изи просто гейт успеть. Грызть пятью лингами, между прочим. Шестью даже. Ох, хорошо, как место. Вот гейт падает просто моментально практически. Лилву надо закрывать сейчас всё. Но дроновцы... Так, ну лингов больше Нерч не строит. Это везение. Для Лилву окружает адепта просто великолепно. Как хорошо Нерч начал эту игру просто. 20-22, парабам. Гейт минус. Ну, мазеркор нужно достраивать сейчас. Если бы побыстрее здесь пробочки ещё гуляют. Может, пилон имело смысл подгрызть. Что-то Нерч уходит. А куда он ходит? А, он здесь лингов собирается лингами пробку поймать. Ну, он поймает, что я могу сказать. Хороший. Вообще, контроль крутой. Сейчас от Нерча был. Кстати, мув он, по-моему... Да, он мув отменил, чтобы побыстрее хатку заказать. В итоге мы имеем какую ситуацию? Однобазовый протос против зерга с двух баз. И по рабочим уже впереди. То есть, провальная ситуация просто. Для левого. Ну что, и рауч ворон строится. Плюс 10 лингов ещё. Мув так и не делается. Я лично закрасил его игру здесь. Зря Нерч мув не сделал лингом, как мне кажется. Так, линги бегут. Новые, новые. Без мува. Королевы 4 выдвигать. Ещё 12 лингов. Да сделай ты мув ты им-то. А нахрен ты рауч ворон-то вообще делал. А, после этого ещё и Нидус пойдёт. Ну, это уже интересно. Или я не знаю, что после этого пойдёт. Ну, Лэйр делает Нерча. Лэйр это уже совсем подозрительно. Прямо как... Здесь линги Нидус обязательно сбрызут. Королевы подходят маленечку. Две подходят. Две возвращаются назад. Так, сталкер здесь есть. Нужно ли сталкера здесь бить? Я очень сильно шумнёй, что не нужно обязательно это делать. Здесь уверчаж. Линги минусуются. Королева немножечко назад отходит. Криптумур надо вперёд тянуть сейчас. Пойдёт Нидус. Думаю, что да. Думаю, что Нидус здесь пойдёт. Ну, тут и уже в этой игре на самом деле уже всё ясно. И технологии, и экономика, и всё-всё-всё есть у Нерча. А! Сейчас будет однобазовый врыв адептами со стороны левого. Ну, просто мух ровучим надо сделать, чтобы адептов принимать. Вот это идеальная раскладка, а можно сделать мух вообще. Пошёл пилончик. Нерч видит всё прекрасно. Видит, что Нексуса нет. Вообще всё видит. Ровучи заказаны. Уже есть четыре. Плюс королёв. Так, адепт со скоростью атаки. Нужно телепортик сделать. Ну, я понимаю, что Нерч здесь будет готов, скорее всего, ко всем этим телепортикам. Заходит королева. Мазеркор минусует сейчас Нерч. Транслюз на королеву. Пошёл. Сам идёт вперёд. Левого чё-то... А левого чё сроучим-то надерётся. Зачем? Взял бы сейчас, телепортнулся сюда. Ни королев ни хрена нет. Сейчас Нерч ошибился, на самом деле, что вот так ворвался. Так, нужно ли сюда врыв делать? Нет, не нужно. Нужно... Блин, мува не было лингом. Вот сейчас мимо Ровучи можно было вот сюда пробраться на мэн. И такое шатали тебе туда-сюда устроить. Ведь у Зеркса двубазовый. Ему рабочих минуснуть побольше. И тут ещё можно было птащить, но в итоге Леву не вкурил, что так можно сделать. Ну, и это было как бы тяжело понять ему. Хотя, мува-то он не видел. Короче, адепты отдаются, новые идут. Но варп медленный на этот его может быть даже быстрее из дома было проводить. Потому что они быстрее когда-то варпались БГБшечка. 1.0. Нет, что, ребятки. Хорошо билд зашёл. Хорошо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поехал Нерча дрончик вперед... Здесь у нас что? Здесь у нас пилон один... Нихрена нет... А, Нексус Первый от Лив был... Ну, Нексус Первый, хороший билд, безусловно... А, ребяточки, ребяатки... Уж не хата ли это от Нерча, да? Хата пошла... Причем в наглую, прямо на минералах... Пойдет ли его в разведку, мне вот интересно... Или без разведки будут играть... Тут пробку ставить так, чтобы пойти... Пошел, но хату не проверил... Такой фейл вообще... Просто красота здесь творится... По Аблаевской теме сейчас неожидействует... Вообще прикол... Ну, кстати, можно... Три дрона сейчас... А, нет... И входите, или это Реводжера... Вообще, плетка Раш гораздо больше решает... Ну, вот... Которые, типа, Рева долблаю... Как я понимаю... Ну, тут дронов надо скрытно вывести как-то... Ну, роучи тоже могут зарешать... Учитывая билд, еще просто... Ой-ой-ой... Ну, кстати, если Лилу сейчас поймет, что происходит... Форжу просто пилим... Здесь фотонки пилим... И... Ну, или форжу кибернетку... То есть, и Мазеркор чуть позже... И... Форжу для фотонок... Спускается... Видит Хату Лилу... Хата уже почти готова... Второй гейт... Отменяется Нексус... Восемь лингов строится... Мув лингом делается... Лингов реально много вперед бежит... Так, Зилок... Зилок назад выйдет сейчас... Пилон начинает Нерж грызть... Зилок ничем Пилону поможет... Не может... Рова запилена... Силку думает, видимо, что здесь как расплёточки будут... А, вот приходят... Плётки поздних... Нерж Криво как-то исполняет этот билд... Честно говоря... Хотя там дроны... Линги точнее и так продеможат... Очень неплохо все это делать... Кибернетку... Правильно мне сейчас... Сначала решил сбрызть... Ну а Депп сейчас уже выйдет... Первый... Тролево начинает минусовать... Задача Нерча сейчас... Просто накопить миллиард лингов с Ниту... Миллиард... А накопится много... Уже есть... Семнадцать и десять строится... Ой-ой-ой... И сейчас плётки пробьют проход... Просто-напросто... И можно будет врываться... И пофиг уже будет на... Того же... Иммортала... Не то что пофиг... Но его будет чем развалить... Так... Плётка скопается... Перекапывает чуть дальше... Третья ждет... Пока можно будет закопаться... О, он сюда... Можно подкопать... Так... Одна плётка закопалась... Вторая... Третья копается... Долго нет... Тянет резину... Кстати говоря... Убегает... Деньги... Начинает пробивать... Сибернетку... Сибернетку пробивает... Плётки закопались... Деньги врываются... Но прохода, кстати, нет... Плётка переводится... Уже на хайграунд... Копается на хайграунде... Ну как адепт... И линга что-то разваливает жестко... Сейчас выйдет иммортал... Кажется... Нерчать здесь не получился... Билдка это... Ну... Исполнение какое... Нужно подготовную хату... Уже три дрона вывести... То есть у него плётки по билду... Должны быть раньше... Вот... Я запомнил... Как крепче делал... Слайд делал... Здесь же поезд... Плётки позднее... То есть он как разгрейданул... Этот билд... В итоге отдался... Это 1-1, ребята... Плётки позднее... Ошибка... Ошибка... Ошибка была... Третий билдер... Это... СД уже... Подписал... Организатор... Кучу... Они не будут в следующий раз звать... Никто больше не в курсе, видимо Пока что захожу в игру Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Миша тут оказался Неожиданно ворвался Ну что же 1-1 1-1, ребят, не все так просто Укусалась Устал я Сегодня высплюсь хоть нормально 12 часов Завтра у нас, ребят, я уже говорил Завтра в 12 приходите Завтра Старлига будет 12 часов Играют Рагнарог Против Солара ЗВЗ И Старц против Дарка ПВЗ великолепная Да и ЗВЗ великолепная тоже 2б5 Финалы Венеров Полуфиналы Венеров Старлиги Вот Насчет вечера пока не знаю Но Попробую вечером что-нибудь тоже там Запилить Но может быть и отдохнул Неправильно Нерчи сполнял Пустрат Поэтому не зашла Так В этот раз Линги без мува От Нерчи Бежит Вообще Не туда Вот В правильном направлении Сейчас Побежал Лилу Тоже не знаю Где его Панец живет Но Нексус Точно Отменит Нерч Сейчас Должен Обязан Отменить Хотя Зилок Строится С пробками Можно и На самом деле Так Пытаюсь Забежать Но Зилок Уже встает На рамку Какие-то Сверхагрессивные От Нерча Белды Да Нексус Отменить Что-то Блин Хата Ставится Нахрена Это Ой Ошибка От Лилу Ё-моё Линги Пихались Пихались Говорит Подвинься Зилок Зилок Оказался Неволевым Просто Парнем Ложком Каким-то И какие-то Псы Его просто Сдвинули С его Позиции Где он Должен Биться До конца Блин Прохладная История Ночные В итоге Мазеркор Вылетает Против Инопланетного Корабля Собачьё Уже Ничего Не сделает По воздуху Не бьют А корабль Садиться На землю Не собирается Тоже В итоге Минус Линги Оверчаш Ливую Правда Чем-то Выставил Не знаю Зачем Нексус В итоге Выживает Здесь Зилок Адепт Мазеркор Еще Нексус Здесь Зерк Без технологии Абсолютно То есть У него Ни мува Нету Ни газа Вообще Парабам Меньше Хатток Готово То есть Естественно Для Нерча Это провал Вообще Сейчас Был Ну и Провалом Было То что Он не туда Он До сюда Добежал До сюда Добежали Линги Только сюда Если он Сразу Сюда Бежал Могло Быть По-другому Поэтому Разведывать Надо Грамотнее Вот такие Темы Третью Хатток Ставит Уже 25-26 Парабам Посмотрим Сможет ли Вытащить Два Адептика Идут Вперед Два Адептика Тут могут Разваливать Нормально Рабочих На самом деле Сейчас Линги Проустроятся Да Нормально Поразваливали Просто Лилу Ударят Игру Но Лилу Не согласен Он Говорит Не надо Мне Подарков Таких Сейчас Сейчас Я отдам Тебе Преимущество Назад Своё Твайлайт На рампе Адепты Домой Возвращают Здесь Стеночка Есть У левого Проход Вот здесь У странного Месте Проход То есть Нет Некто Что-нибудь Ставить Будет В третьем Не знаю Бустится Сталкер Здесь Варп Делается Второй Гейт Не работает Пока Вообще Газ Пилончик Новенький Пошёл Сегодняшние Игры ГСЛ Но Сегодня Не самая Сильная Группа Играла И Такие Были Хорошие Игры Но Ро 16 Будет Вообще Конечно Вот В лотве Корейский Ро 16 Жду Жду Да Вперёд Вперёд Плёт Здесь Роучи И чё Отменяет Всё Лил Может Пилон Отменить Скорость Атаки Адепт Будет Готов Нерч Сам Пушить Идёт Насколько Я вижу Не Ну Кстати Говоря Если Лил Отобьётся Нерч Пушить Идёт Всё Нормально Будет Адепты Будут Постоянно Юнитов Части Я Просто Поражаюсь Как Он Вообще Так Умудряется Да Это Бу 7 Я Бу 5 Поставил Мазер Кор Вылетает Ну И что Лил Бегает Вперёд Уже Всё Понятно Что Он Делает Просто Вот Такие Пуши Нужно Делать Быстрее Здесь Уже 10 Роущ Всё Нерч Уже 102 На 8 О Как Нерч Вообще Не Таких Тёплых Нерч Вообще Принимает На Ура Которые Ещё Пуши То есть Пуш Нужно Делать Очень Быстро Он Сразу Пошёл Сразу Напал Резко Пробрил Вот А Да Он Роущ Здесь Отогнал Потом Отошёл Что-то Дерётся Частью Только В итоге Конечно Нерч Просто Ну Это 2 1 Польза Нерч Тут Изи Просто Изи Адепты На Крип Уже Вон Сейчас Идём Вперёд Адептов Подгоняем Вниз Сюда Подходим Крип Тумор За собой Пускаем И Прессуем Рампу Пока Прессуем Можно Крип До рампы Дотянуть Так Адепт Пытается Ворваться Пробивает Камни Нерч Да Даже На рампу Через Да Можно Через Камни Вообще А Не Вот Крип Тумор Пошёл Сюда Можно Было Сюда Тумор Камням Прям Сюда Протащить Про Патч Уже Всё Сказали Ничего Не думаю Посмотрим Интересно Что Танком Демод Поднимают Как По Мне Ну Реведжером Фаербольчика Пускают Тоже Может Быть Тема Либератор Тфу Либератор Даркшайн Строится Либераторов Никаких Ничего Не трогают Там Ни Адептов Так Вперёд Адепт Пошёл Идёшь Да Два Дарка Три Дарка У Лилу Здесь У нас Что А Здесь Уже Лейр Есть Ём Да Какие Дарки Лейр Уже Есть Ну Кстати Говоря У Лилу Такой А Вот Уверсир Морфится Видит Нерч Дарков Понял Да Что Дарки Нерч Очень Внимателен Всегда Уверсиры Делаются Смысл Ну Короче Дарки В итоге Не зарешают Уверсир Есть Идёт Он Вперёд Лилу Видит Его Прекрасно Сливает Архонов Прям В бою Нет Извини Лилу Но Это Реально Не Этот Пуш Это Просто Не Уровень Убожество Какое Это Блин Так Кобер 90 Нет К сожалению Starcraft Blizzard Такая Валитика Он За Деньги Но На G2 А Сайте Он Стоит 500 Рублей Сейчас Примерно Вот Так Кстати На Kiwi Тут Он Мне 200 Присылал Еще Вчера Во Сколько Присылал 23 21 Спасибо Большое Ребят Я Даже Не Заметил Если Бесплатно Там Кряк Скачать Там Только Может Компанию Пройти Можно Я Не Знаю Точно Не Мультиблеер Играть Бесплатно Чем Скачать Помог Как Это Н politique Погнали! Погнали! Бу-7, ребятки, 2-1. Нерч ведёт. Ну, не знаю. Как мне кажется, в такую игру Лилу, если б Нерч не ошибся бы во второй игре, уже бы 3-0, наверное, было бы. Но Нерч просто билд не так исполнил, как Блай и Рилу исполняют его. Эпичнейшая музыка. Под неё Нерч ставит Хатук, 17-го, который делает пул. И что это? 17-я хата будет пул 3-я до газа? Или же всё-таки газ будет? Судя по всему, первый вариант. Без газовый опенинг. Здесь у нас гейт Нексус Кибернет. Билд. Прубочку оставляю для перестраховки Лилу от врывов. Да, здесь 3-я хата пошла. Тоже такой Блай вот этот билд любит. Дроны переводят. Раньше любил, по крайней мере. Здесь у нас Нексус достраивается. Здесь уже 3-я почти готова. 20 секунд осталось там 24. Вот. По поводу Хэппи Гидрона готовится. Думаю, что буржуи что-то там насеяли. Прямо как-то очень. Ну, заговоров против Дмитрия Хэппи. Против Русского, блин. Там просто искать, думаю, что не нужно. Просто не повезло. Но, конечно, не очень хорошо. Потому что Хэппи изи, как бы, изи могут пройти. Там почти кого угодно. Там столько вообще таких, которых, ну, там, даже на 2 тура сразу Хэппи это 100% проход. Если он нормально будет отыгрывать, там, всякие маны вот эти, вот там, вот, часть сетки. Пиги всякие австралийцы. Хотя, вот так говорю, ну, Пигу там уже сливал Хэппи уже. Когда-то. Но, опять же, игра должна пойти у него, да, как бы. Но в плане финансового момента, да, один тур 6 тысяч долларов. Да, обидно и мне за Хэппи обидно. Но я не жду от Хэппи какой-то игры для прохода через один тур. Я жду, что он начнет бомбить, тащить. Поэтому жду крутых игр с Гидрой и победы. А если победить Гидру, то можно врываться в финал. И за 500 покупаешь, то у тебя будет лотов. Ну, не будет Волла, Ходса. То есть, компании их не будет и в них играть не сможешь. Но это особо и не надо, если лотов нужно. Так, прилетают Фениксы здесь к Нерчу. 56-55 по лимит. Парабам одинаково. Третий Нерчу ставится. Еды добавляются. Фениксы строятся. Посмотрим, как Ливу с Фениксами исполняет. Товер, что-то у Нерча летает. Куда на мейн полетели? Здесь форка есть, они улетают туда, где форка еще не готова. Странно. Елобка, кстати, опять как-то стоит. Странно. Вперед вывел. Вот поэтому пилоны перестраховочные ставят, чтобы на 100% там никто никого не затолкал, не подвинул. Пару зонов. Третий Нерчук выбривает и королева вышла куда-то. Непонятно куда. Королева сюда. Этих двух тоже можно. Куда вылезли? Куда, Нерча летит? Так, одну пробивает. Вторую пробивает. Фениксы теряет. Нет, здесь три пришли. Вообще нет. Так не получится точно убить. Нужно улетать. Ну, две королевы убил, но Феникс, правда, потерял. Здесь адептиков низко вперед выходит. Один криптумор такой одинокий вперед двигается. Интересно. Кстати, можно сейчас адептами заскочить, королев, например, поднять или роучи и нормально рабов пошатать. Адепты заходят, линги бегут вперед. Два линга минус на мою. Будут адепты рваться. Врываются. Здесь оверхлад не понять куда залетел. Пару дронов левого зашатал. Три, четыре, пять. Шесть, семь уже. Ни хрена себе. Может, я не прав был про левого? Начало-то для него вообще бодрое. Посмотрите, десять дронов минус. 46, 59 парабам. Но... Да и боевого лимита у нерчаней так уж много. Здесь еще фениксы шатают. И адепты уходят. И оверы на муви летят. Да просто здесь развал какой-то просто происходит. Смотрите, по... О-о-о-о! Тридцать один три по юнитам потери. Великолепная для левого начала. Но такую игру не должен отпускать. Да, был я чуть-то не прав, походу. Не получится. Нет, что, прям 4-0 там или прям 4-1 как-то жестко. Либо его зашатать, судя по всему. Видите, уже два роба работают. Странно, а чё? Чё лилбул так не играл, да, этого там? Здесь 1-1. Твайлайт там у лилбулу пошел. Феникс прилетает. Ещё пару раз пошел. Как было три, так и есть. Да, пятьсот, две сто. Три тридцать шесть по юнитам потери. Так, Феникс опять залетает. Ещё дроничь минус. И ещё два. Ну, отпусти ты его, если не бьешь, что отпусти. Или бей его. Чарж пошел. Адепты стоят, зелки стоят. Иммортал добавляются понемножечку. Потеря леву минимальная. Тридцать восемь три уже. Это после предыдущего уровня. 2-2 они делают. Единственное, по грейдам у них, конечно, всё замечательно. Тайминг 2-2 будет просто жёсткий. Всё нормально. Так, минус 7 дронов. Ещё. И ничего не погибло ещё. 3.45. Ну, это хорошее для Прокса начало называется. Просто великолепнейшее начало, после которого великолепнейший прям вот давар, атака вперёд, там гвардиан шелдов. А зачем у Иллу? Нету гвардиан шелдов никаких. Делки какие-то интересные по виду скин у них. Так, в компании. Бегут вперёд. Так, пилон. Аксервер прилетает, чаш есть. Архонов доварпывает Льву, там они дома где-то. Немцы понимают, что ему тут гагасичка идёт. Заходит адепт. Крип подбрил его. 171-169. Никакой Льуры нет, ничего такого. Вот здесь реводжеры, а не реводжеры. Они против вот такого мигса, на самом деле они мягенькие очень. Адепты идут вперёд. Залетают Фениксы. Нужно что-нибудь поднимать уже. Там, я не знаю, что реводжеров несколько Льву поднимает. Заходят. 170 на 150 по лимиту. И Мортлы наваливают. Сделки наваливают. Призма здесь. Архончики все в бой пришли. Нет, что там дронов выводят. Льву даже особо не законтраливают. Ну, чтоб сюда нужно всеми сместиться было чисто к этой армии зерга. Ну, и так здесь достаточно вполне юнитов. Потому что, ну, здесь слишком дикое преимущество. И экономическое. И, блин, не успел в конце потери посмотреть. Ну да ладно. Понятно, что они в пользу Льву. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 врыв какой-то будет. Мух нужно делать. Ну, я подумал, что плебей, как бы. Ну, плебей-то это... По-русски плебей. Просто по-английски я не уверен был, что плебей так. Так-то очевидно, что на... Я подозревал, что это так. Идёт выход королевами, раучими реводжерами. 94-60 по лимиту. Ну, наказывает за халявное третье. Нет, сейчас лилу нет. По-треце лилу на койке. Ну, лилу уже француз. Что тут поделаешь? Правда, он такой прям француз, как те французы, которые как касс рейпс ангел там, ну, что у них там пригорает в Гёльне там, и так далее. Ну, не будем вообще, короче, об этих вопросах, а то у кого-нибудь пригорит. Здесь линги падают, всё везде падают. Короче, не знаю, что там. Лилу, короче, пригорело от того, что у нерч агрессивно играет и таким образом его проблевает. 50 на 120 по лимиту. Расклад здесь очевиден, что не вытащить уже. Фениксы здесь точно не спасут, а грелка даже и не достроит, собственно говоря. Теперь ещё один пилон будет уничтожен. Или вынужден будет ГГ написать. Здесь линги брызут немножко ничего. Сигзерк геймплей. Я вообще не понял. При чём здесь зерк геймплей вообще? Типа стиль игры нерча не нравится ему. Точнее зерк в принципе. Простите. Всё. 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 Так, заходим. Домашние задания начальных классов делаешь ли? Да ну, ты делай сам, тебе же уже лет под двадцатка, а ты до сих пор на уровне развития класса второго. Пора бы уже самому что-то делать-то, блин. Уже, думаю, справишься по-любому, мы верим в тебя. Да и пацаны в чатике может помогут, у нас много всяких ребят, учителя, врачи, летчики. Да скольки стрим, финал это, ребятки, финал. И это последнее, что я сегодня буду стримить. Так. Так. Гид пошёл. После сегодняшнего обновления фпс упал жёстко. Ну что, ребят, либо последняя игра и нерч ставит точку, вот. Либо... Так. Соточка газа есть уже. Оп-зак. Ой-ой-ой. Кажется, нерч хочет зажечь лилбу. Просто. Просто он хочет его зажечь. Тут чисто битву либо у нерчат дым со стула идёт, очки запотевают. Либо у лилбу бомбонеска идёт просто конкретный. Так. Линги побежали пробочкой. Видят этих лингов. Нужно пробку-то сгрызть. Так. У нексу ставится здесь. Чё-то там лилу заказывает, отменяет. Красная с нерчат. Можно лилу вот так пробрить? Значит, надо пробревать. Какая разница? Так. А нахрен второй зелок-то? На депту надо, наверное, строить. Дейт заказан. Встаёт на рамку. А здесь как застроится, я чуть не понял. Не на рамку, а между дейтом и пилоном, если лук. Мазеркор строится. У меня чужой нефту собирается подвезть. Да. И четыре дроны. Заказ 12 лингов. Большая часть уже здесь. Часть ещё дотекает. Три секунды до муа. Всё. Мух готов. Мазеркор вылетает. Два зелка плюс мазеркор. Нужно отгонять вот этими зелками. Обоими зелками нужно отгонять. А здесь просто пробку удержать, чтобы пилон, если надо, поставить. Просто и всё. А чё любым парить? Два зелка мазеркор развалит этих лингов. Уже видно, что мало. Уже отнефть, но не на одному вылетать. Мазеркор уже сейчас лишний выстрел, один потерял. Ну, зелков минус нул. В принципе, нормальные лимиты. Оверчарж выставил, может быть, даже поспешил. Ещё плюс два адепта выходят. Нужно... Всё. Густы на пробок пошли. Ну, в этот раз я бы сказал, что у Нерча не такое уже хорошее начало. Да как и в предыдущей игре, на самом деле, тоже. Начало так себе было. Так, пробочки подстраиваются. Тридцать, тридцать один по лимиту. Старгейт пошёл. Варп делается. Тридцать два, тридцать три. Надеюсь, третьей хаты нету. Здесь... Оу! Вот это интересно. Лэйр и четыре королевы. Уж не Нидусочек ли это, Нидус родной? Овер летит. Да, да, да. Так оно и есть. Старгейт делается. Ну, не счастлив. Вроде как бы мейн контролит. То есть... Возможно, к Нидусу он будет готов. Ну, вот поможет ли Старгейт ему отбивать Нидус? Хороший вопрос. Здесь просто, посмотрите. Вот в чём минус. Без фотонок играть, без фаржи. То есть, так одну фотонку поставил. Хотя бы там Мазарку расставил. Уже от врывов там защищён. А так Нидус будет, ну, очень жёстко решать. Фениксы пошли. Фениксы это хорошо, но Нидус отбивать нечем вообще будет. Так бы хоть Оракул, Королева или что-то ещё. Да, Нидус. Вот он, Нидус. Третий Нексус улет. Какой третий Нексус, к чертям? Три адепта, Феникс, Мазарков. Тут пять королев, десять Роучи уже строят. Находят на овер или бог. Но здесь оверов, ещё два подлетают. И ещё третий. Да и Слеера можно ещё, между прочим, и Оверсира заморфить. Залетает Нидус. Ой, залетает Оверсир. Сейчас Нидус поёт. Это 4-2. Я чувствую сейчас... Где-то начинает леть понемножечку. Где-то начинает леть. Пилончика две штучки пошло. Всё нужно стягивать сюда, хотя зилков много я смотрю тут уливу. И два Феникса. Есть королев, можно успеть поднять. Поднимай королев. Раз, два, поднимать. Но успевает Нерц Трансьюз. Мазаркор отвести срочно. Нет, не хватит. Не хватит никак. Тут прямо кишмя кишит. Один Трансьюз успел кинуть. Вот что значит успеть кинуть Трансьюз. Всё, один Трансьюз кинул. Всё, Мазаркор минус. Ну, кстати, зря отдал леву Мазаркор. Это 4-2 в пользу Нерчу. Ни одной, фактически, такой макро игры. Вот именно как-то там с большим лимитом ничто и не выиграл. Леву там уже пару раз продавил. Изи, изи 4-2. Ну, как я Леву написал. Может, в личке там Нерчу скажет что-нибудь. Пару ласковых, так сказать. Сейчас, ребят, Стоп Стар сделаю. Вернусь к вам без задержки.